И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить The Charnel House. Ух, всё ещё на поезде, на котором происходит что-то не очень хорошее. Я вооружилась кошкой, как оберегом, и мы идём проверять, что там были за страшные-страшные звуки. Ну, на самом деле, звук разбитого стекла не так страшен, как те звуки, которые периодически здесь появляются, когда что-то происходит, вроде казалось бы, незначительное, но при этом звуки как бы намекают, что всё-таки, наверное, это что-то важное. Что-то непонятное, гудение, жутко ешь. Как тут всё изменилось? Гниль. Она гнила. 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 Как это возможно? У меня сейчас пошли. Не надо. Разбито. Всё, разбито. Околи не вратит на запах. Кажется, это была вечность назад. Кто вообще мог сотворить такое? Ну, понятно. Сейчас выйдем и не туда. Не туда. А там сейчас собачка вот эта, дергающаяся, да? Её как будто специально оставили именно так. Её, кстати, тут раньше не было. Здесь была шкатулка, здесь из-за чувак сидел. Или чевиха, я не знаю. Поезд. И гниль вокруг. Охренеть. Он здесь не просто так. На днище проводика есть тонкая щель. Будто его можно открыть. Сын, ноготь в щель не получится. Ну, давай кредиткой. Не? Ну, это музейный пропуск, знаешь? Но получилось. Он разобрался на части. Внутри лежит какой-то тоненький ключик. Какой-нибудь в пиндерить его с ней. Сюда ты вряд ли каш. Она шевелится. Она дергается. Прошу тебя, господи, не заставляй меня смотреть. Нет уж, ты посмотришь, мужик. Я больше так не могу. Я хочу проснуться. Ты не Alan Wake, чтобы просыпаться. Даже несмотря на то, что у тебя есть очки. Пойдем отсюда. Просто пойдем. Все будет хорошо. Наверное. Нет, да? Кстати, а можно? А, это ключик. Ну да, логично. Это же не обычный ключ. Нет, да? Ну что, пора остановку делать. Я думаю, было бы неплохо. Может, они тут все погибли на этом поезде. Может быть, он когда-то был машинистом, сел пьяным и в итоге весь поезд разбился, потому что, ну, там, помните, разговор с барменом и что-то такое было. Хэ, не знаю, вообще. Крышка пульта открыта. На выключателе написано «жалюзи». А, мой открой. Ван Гуи, мы сейчас откроем эти жалюзи, и там за окнами будет земля с червяками. Пусть набирает скорость. Уже, кстати, другая зеленая лампа. Кажется, пламя всех коверит зеленым. Она сильно колышется. Попробую приоткрыть. Попробую приоткрыть. Земля. Нет. Нет. Ты, боже, милости, что это? Это земля, ты в могиле. Земля. За окном. Сплошная земля. Больше ничего. Этого не могло произойти. Этого не может быть. Может. И есть. В посмертной фотографии тут не просто так. Земля. Я не могу душать. Там нет воздуха. Вот почему он кашляет. Может... Блин, у меня столько предположений. А вдруг он заживо был погребен? Катарина. Прошу тебя. Прости меня. И опять, да, конец? Типа, главы? Нет, смотри, мы еще тут. О, и он теперь в ящике, смотрите. Ну, короче, он смотрел на землю, земля, встретила его. Это плохая концовка была? Нет, мне кажется, это так и было. Это просто мини-рассказ именно про этого чувака. Видите, могила. Она не зря так называется. А вот выдох, небось, будет про девочку, про нашу, да? То есть, как бы, поезд, получается, смотрите, он... Ну, как такая метафора, получается. Если я верно понимаю. Может быть, кстати, эта серия будет последней. Или предпоследней. Узнаем? Выдох. С другой стороны, выдох. С выдохом люди уходят из этой жизни. А у нее, смотрите, все хорошо. У нее... Как же скучно. Зря я отдала книжку этому парню. Я спросила даже имени. Это было грубо с моей стороны. Надо было спросить. Может, я его найду? О, черт. Мы едем только полчаса. Кажется, будто целая вечность. А еще все дороги впереди. Интересно, будут ли еще остановки? Я готова убить за сигарету. Нужно размять ноги. Найти к тому праведника и разузнать, в каком пупе едет тот парень. Или поискать бар. Ну, то есть, поезд, как такой местный передвижной Silent Hill. Показывает страхи, выявляет чужие пороки людские. Может быть, кстати, мужик тот что-то сделал со своей женой, когда был пьяным или что-то вроде того. Может быть, потом ушел от правосудия каким-то образом. Либо еще... Ну, там вообще как-то, знаете, непонятно. Может быть, мы в этой главе за нее узнаем это. Хотя, мне кажется, что нет. Просто, видите, все, кто был, да, они стали, ну, я так понимаю, трупами в сумках. И он в итоге тоже. Значит, они как бы все погибли. Посмертные еще фотографии те. Викторианская эпоха. Может быть, он давно жил. Ну, здесь, конечно, очень много версий, мне кажется, годных предложить. Глядя на то, что мы уже увидели, в общем-то. Поезд набрал скорость. Заснеженные пейзажи завораживают. Местность кажется незнакомой. Я до смерти замерзну, если открою окно. В поезде и так холодно. То есть, стоять на вокзале в футболке ты не замерзнешь до смерти. А вот тут открыть окно ты прям замерзнешь, все, умрешь. Хорошее и удобное сидение. Симпатичная собачка. Похоже на мою фигурку собачки. Минутку. А где я ее оставила? А, черт. Ты ее выронила. Потряд парня болезненного вида в шляпе. Звезда, кто он такой. Не думаю, что стоит это красить. Ну, пойдем гулять. Агнедушитель потушит огонь или разгонит оголотевую вечеринку. Кто там напевает-то? Когда я увидела его в первый раз, то подумала, что он старик. Но нет. Просто у него седые волосы. Теперь, когда я могу рассмотреть его получше, он кажется незнакомым. Может, Дон, это вот этот вот как раз-таки чувак наш очкастый. Ну, блин, здесь столько вариантов, на самом деле, если так подключить фантазию. Приветствую. Добрый вечер, милая. Старушка Глория приняла. Тебя как должен? Глория? Поезд, милая. Это девочка, только недавно идти в СДП. Мчится будто по воздуху, правда? Она что, какой-то раритет? Хм, пусть и так. Она пашет уже не одну сотню лет, так что да. Конечно, все запчасти меняли у нее уже не раз. В таком случае она уже не та, что была раньше. Ее сердце все тоже. В любом случае, вы молодежь. Не хотите прислушиваться к старикам и их движению углом? Я уже... А, не успела. А у нее вовсе нет. Я восхищаюсь в прошлом. Правда. Когда я была младше, мы с моим другом любили гулять за городом и искать разные черепки и осколки. У меня была целая коллекция. О, точно. Я и сам был грязи... Грязьевкой, господи. Грязьевкой? Разве это не птица такая? Верно, так и есть. В свое время мы называли так те, кто пройдет по берегам река Марии и собирает всякий старый хлам. Находил в свое время кое-что любопытное. О, да? И что же это? О, типичный хлам. Однажды нашла старая жестянка с фотографиями. Весельненькое было время. Так, чем я могу помочь, мисс? Вы часто ездите по этому маршруту? Да, я больше, чем могу припомнить. Да, довольно часто. Непривычно было найти такой поздний рейс. Я была удивлена, когда увидела его. Верно. Я думаю, ночные смены. Тише, благодать. Хотя, сегодня все не так. Этот доктор крутился вокруг, словно заведенный. Не мог усидеть на месте минуты. Удивительно, что он не слоняется по поезду прямо сейчас. Должен сказать, что мне жаловаться грех. Он принес мне виски. Простите, если вы не против, я вернусь в свою... Вернусь в свою руку. Нет, конечно. Я и сам собирался поспать. Чем дольше, тем лучше. Кроме того, даже не сомневаюсь, что Флойд тоже будет раз в Редвейс видеть. Так, мы едем в портовый город? Верно. Старинный, причудливый, неповом сет. В нем не на что смотреть. Совершенно не на что. А из других портов, которые побольше лодки до Авгурпика не ходят? Нет, только из этого. Не самое популярное направление у туристов. А, сами-то вы там были? На Авгурпике? Конечно, и не раз. Вообще-то я там живу. О, значит, вы поплывете с нами? Верно. Я взял отгул. У вас там семья? Да, моя жена сейчас на острове. Скучает по старику Дону, когда он на работе. Так вы сказали, что мой попутчик доктор. Верно. Едет на Авгурпиках, покопаться в руинах. Понятия не имела, что на моем родном старичке. Острове могут быть какие-то исторические тайны. Забавно, не правда ли? Вы, я и он. Все интересуемся археологией. Постойте, постойте. Его не Гоуард зовут или как-то так? Гарет Лэнг, если не ошибаюсь. А почему вы спрашиваете? Он друг моего друга. Это запутанная история. Я понятия об этом не имела, когда мы встретились на вокзале. Иногда жизнь воистину причудлива, верно? Ну уж нет. Сейчас вы скажете, что это судьба. Может быть, мы все решительно настроены откопать на острове величайший сокровищ. Это и в самом деле забавно. Правда, там будем не только мы. Да, моя подруга Кэт сейчас на острове. Она ассистент доктора Лэнга. Я была на слышу, но о нем он оказался другим. Верно. Как и все остальные. Что это должно значить? Ну, знаете ли, все эти современные молодые люди. Ха, да. Я поняла. Так иначе, я хотела спросить, в каком купе еле доктор? Подумала, было бы мне сно представить, особенно учитывая, что он... Кэт. Он в купе... В купе 1Б. Только он сказал, что собирается вздремнуть. Попросил разбудить его через час. Так что я дам вам знать, когда он станет. Хорошо. По рукам. Думаю, я пока вернусь к себе. Вы могли бы прогуляться до конца. Готов поспорить, Флойд. Был бы рад увидеть приятную юную леди. Эээ, Флойд? Флойд, наш бармен. Управляется с нашим баром. Он сейчас открыт, если вы хотите выпить. Да, выпить было бы сейчас весьма кстати. Спасибо, Дон. Вам нужно что-нибудь? О, мне бы капельку виск. Нет, лучше не надо. А ты снова засну стоя. Кому нужен проводник с мешками под глазами? Хорошо. Конечно. До скорого, Дон. Ну что, пойдемте по тому же маршруту. Так, ну у нее более-менее мирно пока что все проходит. Но мне кажется, как-то... Смотрите, кстати, действительно. С археологией связано. Он пошел на этот Авгурпик. Точнее, поехал копаться в земле. И в итоге, как бы, оказался погребен. Как-то все тут неспроста, так скажу я вам. Сама идет, смотри-ка. Опа, пусто. Че это? Эй, Флойд? Кто-нибудь? Не дыши. Зато бухло. О, похоже на подсобки. Тогда подожду. Бухни, кровавая Мэри. О, смотрите, как кто-то оставил кровавую Мэри. Может мне... Того? Хорошо укомплектованный бар. То, что надо. Жаль, что его никто не обслуживает. Шо ж, посидим пока. Стоп, здесь какая-то записка. Дорогая Алекс, я подумала, тебе захочется выпить. Успокой нервы. Я отлучусь ненадолго. Флойд. Шо ж. Мудро. Откуда она ими ее знает, простите? Думаю, ждать Флойда нет смысла. Типа, пошли. Ты выпила все и стаканом заживала. За окном царит ночь. Поезд мчится полным ходом. Окей. Опа, здрасте. Оба-на. Это ты в детстве? Привет. Привет. Лампа. Лампа. Самая обычная, как и все другие. Музыкальная шкатулка играет красивый, грустный вальс. Понятно. Маленькая девочка в балетной пачке. У нее очень расстроенный вид. Лидия. Лидия. Ладно. Привет. Как твои дела? Мелкая. Я в порядке. Спасибо. А вы как мама? Эй, я не такая старая. Зови меня Алекс. Ты старше, чем я. Это точно. Тебе сколько? Четыре? Пять? Мне восемь, вообще-то. О, ну тогда мы с тобой почти одногодки. А ты уже большая девочка, раз путешествуешь ночью совсем одна. Да? Я еду к своему папе. Твой папа живет неповым вот в этом? Какое смешное название. Нет, он не живет там. Что ж, ладно. А что, там живет твой папа? Папа умер. Да? На самом деле, я потеряла своего отца сегодня. Да, это все-таки тот звонок был. Поэтому ты такая грустная? Я... Нет, на самом деле. У него... Он мучился. Так было даже лучше. Мы уже простились. Взрослые такие странные. Да уж. Мне это не знать. Ладно, давай о чем-нибудь другом. О чем другом? Да, вот я предполагала, что вот тот звонок, который ее прям очень сильно шокировал, то, что он связан со смертью от... В общем-то, ее отца. Но как-то думала, ладно, не буду пока говорить. Может, само скажется. И, в общем, вот оно сказалось. Давайте поговорим. Расскажи о себе. Ты часто путешествуешь одна? Не? Первый раз. Раньше я ненавидела ездить куда-то одна. Да, колик. А теперь люблю. Странно, скажи. Почему ты ненавидела? Это не для детских ушей. Просто тревога, одиночество. А теперь ты уже не одинокая? Еще маленькая, наверное, не знаешь. Эй, я уже много чего знаю. Не сомневаюсь. Я раньше тоже занималась балетом. Правда? Не похож ты на балерину. А-а-а-а, что ж, спасибо, я полагаю. Я ненавижу балет. Я стараюсь, но у меня ничего не получается. Как по мне, так у тебя здорово получается. Неправда. Ненавижу его. Тогда зачем продолжаешь? Мой папа так хочет. Он говорит, что это хороший способ познакомиться с другими девочками моего возраста. О, боже. Я вспоминаю детство. Именно поэтому мой папа заставлял меня это делать. Не сработало. Другим девочкам я не нравилась. Если я танцевала лучше их, они завидовали меня. Хуже, тратнили меня. В итоге мне выглянули из класса за то, что я разбила одно из зеркал. Возможно, мне нужно это сделать. Не цепляйся за идеи, юная мисс. Я плохой пример для подражения. Мне нравится твоя цепочка. Спасибо. Это подарок моего парня. У тебя есть парень? Мерзость. На самом деле, он мой бывший парень. Но в этом нет ничего мерзкого. Но все мальчишки отвратительные. Да, в твоем возрасте я считала так же. Но поверь, ты передумаешь. К несчастью. Как звали твоего парня? Гэвин. Гэвин Катрэдди. У него дурацкое имя. Он и есть дурак. Кстати, как тебя зовут? Лидия. Ладно, Лидия, не буду тебе мешать заниматься. В любом случае, было приятно познакомиться. Ладно. Увидимся, когда вернешься. У нее много схожего с нами, да? Опять же, балет. Всякое такое. Мысли в детстве одинаковые. Будем в свои потаенные детские. Возможно, стоит поинтересоваться. У Дона не проснулся или Ленг. Возможно, если у мужика там его, какие-то внутренние тараканы, то у нас будут тараканы из детства, связанные, возможно, со смертью как раз-таки отца. И вообще, с конфликтом с этим детским. Может быть, не знаю. Приветствую. Доброе вечер. Наш доктор не объявился? Я пробовала разбудить его, впрочем, тщетно. Трясти его было бы грубо. Если это поможет, я могу принести холодной воды. Вы можете себе это представить? Представляю, поверьте, это соблазнительно. Ладно, Дон, я хотела у вас кое-что спросить. Что ж, валяйте. Но сперва я хотела бы спросить сам. Конечно. Вы назвали меня по имени. Как это? Почему точнее? Разве у людей так не заведено? Я не говорил вам своего имени, юная мисс. Уверена, что говорили? Убежден, что нет. Ладно, пустяки. Повод подумать кое о чем, только и всего. Может, вам птичка на хвосте принесла? Как странно. Уверена, вы упоминали его. В общем, я хотела узнать у вас про картину в коридоре. Я обратила на нее внимание, когда проходила мимо. Вы имеете в виду старушку Глорию? Нет, другую. Портрет молодой девушки. А, точно, она. Да. Кем она была? Я не могу отделаться от ощущения, что сходство не случайно. С кем? Со мной! Не говорите, что не замечаете этого. О, верно. Теперь, когда вы упомянули, между вами поразительное сходство. Хотя после пары глотков для меня все на одно лицо. Кем она была? С уверенностью не скажу. Она всегда была на Глории. Может быть, чья-то дочь. Да уж, могу себе представить. Большинство женщин приходится к кому-то, дочерми. Да. Вы тоже думаете. Допустим. Папина дочка? А? Могли бы вы сейчас не разговаривать с моим отцом? Он скончался совсем недавно. О, простите, Лили. Соболезнула вашу утрате. А, все в порядке. Я знала, что это случится. Он был моим отчимом, но я любила его как отца. А он любил меня как родную дочь. По крайней мере, до той поры как перестал узнавать. А ваша мама? Вы все еще близки? Все еще? Ну, я предположил... Вы ошиблись. Мы никогда не были близки. А, это наверняка не правда, милая. Уверен, что... Чтобы она не делать для вас, она делала из самых теплых побуждений. Попреждите-ка о ней! Вы не знаете ничего о ней, не ово мне. Слушайте, не жаль, что вот этого разговора у меня мурашки, а? О, милая, я... Ну все, понеслась. А, шоп тебе. Туннель. Ну, а не предположил, почему старушки каждый раз дают нервы именно здесь. Привыкайте. Это надолго. Охренеть. Что? Сколько нам ждать, пока не включится свет? Туннель длинный. На добрых 15 минут. 50. У меня есть свеча, но ее нечем зажечь. Блин, какая игра хитрожопая, помните? Я говорила... Она как будто знает, че я думаю и че говорю. Я изучала картину за другого персонажа и имя нам вроде как сказали, когда мы играли за Лэнга. Но при этом он спроецировал это на эту героиню. И как будто даже игра прочитала мои мысли. Потому что, помните, я говорила, что женщина на картине похожа на нас. Блин, это так жутко вообще. Что это очень круто, конечно. Так, зажигалка, на. Вот, возьмите эту зажигалку. Ну, охренеть. Хорошая работа, милая. Должно быть, отдал свои спички чудаку из второго боя. И он нравится играть с огнем. Звучит на редкость небезопасно. Так и есть. Я сказал, мы вести себя как подобает. Пусть у нас не каждый день. Это ведь пассажирский поезд. Правда? И он исчез. Охрененно. Что? Куда черт потерян делся? С ним что-то не так. С этим местом что-то не так. К черту все. Я постучусь в купе Лэнга. Не сейчас, подожди. Дай мне сохраниться. Машина отдельная, кстати, теперь доступна. Так, у нас во втором Б. Пачка сигарет, билет, сумочка. Карты, деньги, газовой баллончик. Все как обычно. Ты пойдешь туда? Наверное, лучше туда не ходить. Кроме того, там почти наверняка закрыто. А, эту дергу штуку будешь? Как это пульт управления неизвестного назначения? Кхе-кхе-кхе. Пардун. Лучше не соваться в технику. Как скажешь. Понятно. Все, пойдем. Прямой наводкой. Жесть какая. Слушай, а? Что-то вот смотрю на нее и прям снова захотелось обрезать себе волосы. Они отросли. Опять быстро растут, сволочи. Не успеваю срезать. Хотя, конечно, это хорошо, потому что когда захочется отрастить, они быстро вырастут. Они... Ну да. Нет. Мне незачем портить холсты. Кроме того, они голые между руками. Картина прикреплена к стене. Она... Странно похожа на меня. Такая зловещая. Это... Так круто. Нужно будет расспросить о ней Дона. Да, это, видимо... На полотне видны складки, как будто за ними что-то есть. Ну, то есть, как сказать... Игра предположила, что я уже на эту картину посмотрела и от лица этой героини. Но я этого не сделала, и поэтому у нас вот такая вот жуткая хрень была. Как будто бы игра прочитала мои мысли. Ну, черт. Было бы круто, если бы сейчас она ничего не говорила по этому поводу. И она сказала то, что за картины что-то есть. Надо как-то выговорить. Да вы сожжем, чертим собачьим. Они заняты. Не буду мешать. Понятно. А, во втором... А, во втором был другой человек. Лидия? Ты здесь? Лидия? Черт. Мне нужно как-то открыть дверь. Ну, вот, конечно, замечательно все. Попа, здрасте. О, господи, кошки с вами сходят. А, Роб? Аликс? Аликс, привет! Ты пришла? Мне сказали, что ты придешь. Ты обещала позвонить? Ты так и не позвонила. Почему ты не позвонила, Аликс? Роб, сейчас полночь. Погоди-ка, какого черта? Ты проследила за мной? Какого черта ты вообще на этом пропутом поезде? Аликс, перестань. Я всегда была рядом, разве нет? Когда от тебя ушел Гэвен? Когда умер злой отец? Когда тебе угрожали по телефону? О, господи, я уже забыла об этом. Именно. Так почему мне не быть здесь тогда, когда я снова нужен тебе? Ну, ладно, ты прав. Ладно, плевать. Наверное, я отключилась, и мне это снится, но все же... Я приму это. Так почему ты нужен мне сейчас? Земля ползет, Аликс. Гроб грохача несется к месту назначения, словно червя, копошащийся в черноземе. Хищник устремился с небес вниз. Глупец. Пир перед глазами господними. Мрак. Тишина. Незапный крик пронзает ночь. Роб. Ты пугаешь меня. Прости. Слишком проникся моментом. Я буду у себя в купе. Заходи-ка, когда ты закончишь с девчонкой. Ты о Лидии? Я тебе не рассказывала. Распотроши девчонку, Аликс. Загляни ей внутрь. Вспори ей брюхо. Найди ключ. Какого дьявола? Что, черт возьми, здесь происходит? Это кошмар. Гребанный кошмар. На столе что-то лежит. Ха-ха-ха. Класс. Он может пригодиться. О, да. Не подходите ко мне, никто. У меня есть нож. Все столы накрыты к обету. Еда еще горячая. Но вы все. Можно я не пойду никого потрошить? Видимо, нет. Видимо, меня заставит. Так, сейчас, секундочку. Кошки немножко с ума сходят. И мне срочно нужно именно в эту комнату. Возвращаемся к процессу. Так, что там было? Напомни мне. Закрыто. Может, ты отковыряешь как-нибудь? Не? Так, пойдем в картину. Мы сейчас будем вскрывать. Я чувствую. Хм, тут что-то есть. Странно. Здесь ключ. На нем написано 2А. В общем, 2А именно. Пойдем в 2А. Привет. Аликс. Ну, привет, именинница. Куда собралась? София? Черт. Боже, София. Сегодня не мой день рождения. Почему вы здесь? Эй, ты сама нас пригласила, дурашка. Уже дралась? От одной кровавой Мэри. Гэвин искал тебя. Господи, что? Гэвин здесь? Конечно. Где еще я мог быть? Не тебя ли я видела сегодня с руками в его штанах? Так что знаешь, странно, что ты забыла. Оу, и Карли здесь. Чудесно. Нахер все. Гэвина здесь нет. Тебя тоже. Ничего здесь нет. Ничего из этого не происходит. Я в долганом поезде. Путин не ладен. Ого, Аликс, остынь. Ты приняла что-то? Исайя, не беспокойся. Аликс своим привычным умплоном. Истерит. Стухни, Карли. У Аликса день рождения. Не надо грубостей. Это она нам грубит. Просто у нее стресс. Правда, крошка? Да! У меня стресс. Я должна докопаться до сути. Так, это, конечно, прекрасно все. Мои друзья. Не хочу даже думать, как они оказались на этом поезде. Мне раскалывается голова. В гости. Узнаю о кое-кого из своих друзей. Так, порезать их, к чертям, с овочем. Музыка офигенная. Моя верная радиомагнитола. Только теперь она в поезде. Хотя должна находиться в моей квартире. Пойдем отсюда. Я не буду их резать, по крайней мере. Она закрыта. Черт. Докопаться до сути, да? Вообще, я докопаюсь. Нет. Нет, не докопаюсь. София, можно от тебя на пару слов? Конечно. Что такое? Наедине. О, я не могу идти. Карли чуть перебрала ее. Ты ее знаешь. Идите к черту, я все слышала. Здесь все свои, Алекс. Можешь говорить все, что угодно. Ладно, ладно. Хорошо. Где мы? В твоей квартире, балда. Где нам еще быть? Нет, мы в поезде. Ладно. Нахрен. Я сплю. Очевидно. Отрицать сомнение. Отключи голову. Ал, отпусти и прими это. И все пойдет как по маслу. Эй! Грин раньше был здесь. Почему бы тебе не сходить поискать его? Мы расстались несколько месяцев назад. Я не хочу его видеть. Алекс, Алекс, дорогая, о чем ты говоришь? Мы расстались в мой... Мой день рождения. Он сегодня? Твой 25-летний юбилей? Или тебе уже 26? Определенно 27. Взгляни на нее. Наша цыпа. Уже не первой свежести. Добро пожаловать в клуб 27, Алекс. Забьем косяк. Дуем по дорожке. Поставим повенье. Пойдем же все в лучах проклятой славы. Да к чертям оно все. Эй, Сая. Есть за них ночь? Нет, не для тебя. За яски, помнишь? Ну, насколько это возможно. Карли, о чем ты, мать твою, говоришь? Оу, ты знаешь, о чем я. Ты считаешь себя лучше нас? Всегда считала. Только потому, что всякого дерьма повидала. Только потому, что я, не знаю, пробилась. Довольно, Карли. Карли, какого черта ты вообще здесь делаешь? Зачем вообще ты пришла? Меня видеть ты явно не рада. Хочешь знать, зачем, Алекс? Ради Гевина. Ради гребаного Гевина. И знаешь... Заткни рот, Карли. Не обращай на нее внимания, Алекс. Она набралась. Черт, Тест-2. Знаешь что? Когда происходит такое дерьмо, я молчу. С меня хватит. Не надоело глотать дерьмо, которым меня поливают. Не в этот раз. Я иду встретиться с Кэт. Помнишь ее, девочку, которую ты затравила, Карли? Мы будем отдыхать на острове, собирать горшки и встретимся с самим Луисом чертовым Кассейдем. И никакие твои ущербные, мерзкие языки доно не испортят снова мой день рождения. Ладно, леди, я тогда пойду вот сюда. Ну так давай, Алекс, скажи, каково это? Расскажи, что ты чувствуешь. Прошло целых пять лет, а ты никак не можешь отпустить его. Это безумие, Карли. Двигайся вперед. Открой глаза. Господи Иисусе. Алекс? Не надо этого. Катись ко всем чертям, Алекс. Алекс, в самом деле, уйди. Я поговорю с Карли. Вернись попозже. Докатитесь в лобби. Слушай, я поговорю с ней, заставлю уйти. Это твой праздник, и ты не заслуживаешь такого. Но, пожалуйста, сделай мне одолжение. Хорошо. Конечно. Что там? Пусть он побудет у тебя. Все время вываливается из сумочки. Кто это? Ингалятор, точняк. София одна из моих лучших подруг. Но ее дипломатичность иногда просто бесит. Эй, София. Ты в порядке? Да. Я в порядке. Это Карли. Бывшая Гевина из далекого прошлого. Я не знаю, зачем она здесь. Я не хочу с ней говорить. Пойдем. Охрененная игра. Почему мне так плохо? Я сдавила грудь. Музыка прекратилась. Привет. Какого черта? Куда все подевались? Начинаются сумки. Большущая сумка. Чей-то багаж. Нет. Я не буду копаться в чужом багаже без въезда на той причины. Это праздничный колпак. Я помню, Гевин как-то заставил меня носить такую вечеринку. Я носила его, когда... Да плевать. Почему бы и нет? На меня... Мне не нужна лампа. Лампа. Самая обычная, как и все другие. Я не знаю, зачем я сейчас это буду делать, но... Нет. Понятно же, то же самое. Это похоже на мой старый нектон. Кажется, звуки доносятся с соседнего вагона. Пойдем к людей. Кто-нибудь ответит этот проклятый телефон? Он сведет меня с ума. Простите, простите. Нет, не из Лидии. Ли нектон раздается не отсюда. Вообще, он как-то слева вправо уходит, поэтому непонятно. Все-таки, да, у Лидии. Пойдем. Кажется, звук раздается отсюда. А, вот он. Попал щель. Эй, я на другое кресло крикнула. Это мой старый мобильник, который выкинула несколько недель назад. И он звонит. Номер не определен? О, боже, опять. Алло? Здравствуй, фарфоровая девочка. А, только не ты. Только не сейчас. Не смей бросать трубку. Даже не думай. Я знал. А знаешь, я вижу тебя сейчас. Сомневаюсь в этом. Я... Поезд. Купе. Один. С. О, черт. О, черт. Откуда ты знаешь? Точнее, откуда ты здесь? Я всегда присматривала за тобой фарфоровая кукла. Всегда. Не упускаю шанса посмотреть на эти грубки. Или маленькую, сладкую. Ты жалкая подобие человека. Я найду тебе отрезать твой член и засунуть поглубже в твою глотку. Я поставлю тебя перед зеркалом, чтобы сразу задохнулся, глядя на себя. А потом перережу тебе глотку. И ты еще хоть раз мне позвонишь. Хоть раз. Кто бы ты ни был, я найду тебя. И ты сдохнешь. Ну. Ладно, то я. И еще я собирался пригласить тебя в свое купе. На вечеринку 1А. Если тебе кишка не тонкая. Это псих. Чертов псих. Оп. О, проклятие. Прошу прощения, недорогая. Надо было постучаться. Нет, нет, все в порядке. Просто я немного нервничаю. Я слышала ваши разговоры за двери. Назовите вы поклонник? Да. Это продолжается несколько последних месяцев. Уверена, его подговорил мой бывший. Это происходит с тех пор, как мы разошлись. Сам он на такое не способен? Не знаю. А какой ему смысл? Гэвен никогда... Ну, он не такой. И он все отрицает. Слишком много совпадений не находите? Ну да, возможно. С другой стороны, это мог быть кто угодно. Старик Дон верит в совпадения. По крайней мере. На старой Глории вы в тишине и безопасности. Нет. Он сказал, что он здесь. Что он едет на проклятном поезде. Это вряд ли. Конечно, если ваш поклонник не здоровый англичанин. Нет, нет. Это не Лэнг. Тогда ладно. Как бы это ни показалось... Как бы это ни казалось Лидия, что вы сейчас сказали? А, я просто пошутила. Не думаю, что мой преследователь восьмилетняя девочка. Вы видели Лидию сегодня? Да. А в чем дело? Что, ее нельзя было беспокоить? Ничего. Ничего. Ты просто... Я еще ее. Вы такие все, где вы ее видели? В следующем вагоне, в ее купе. А. Ну да, вы правы. Нужно проверить ее. Существует ли что-нибудь нужно? Подождите. Тот псих пригласил меня встретиться с ним в 1А. Ну, в 1А, никого нет. Я бы заметил. Ну, до свидания. Боже. Ладно, Алекс. Сейчас можно собраться. Но не происходит ничего неожиданного. Ты знаешь, что делать? Действуй по обстоятельствам. Доведи это до конца. Так бывает. Может быть, все не так, как ты ожидала. Чуть жестче, чуть реальнее. Но ты справишься. Оно будет того стоить. И ничего не дается даром. Нужно пойти в 1А. Нет смысла откладывать. Но мы все-таки отложим. Мы отложим это на следующую серию. Охренеть. Охренеть. Мне очень нравится эта игра. Прям. Очень сильно. Я даже... Ох, нет. Я ничего не хочу больше говорить. Я побежала записывать следующую серию. Не знаю. Если вам понравилось все это. Обязательно. Обязательно ставьте пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии. Пишите свои впечатления. Я в полнейшем в восторге. Я просто... Ох. Я улетаю в космос с этой игры. Асасасай. Я аж заговариваю. Сначала. Асасай. Ужас. Офигенно. Офигенно. Психодерическая хрень. Как я люблю такие вещи. О боже. В общем. Если вам нравится. Вы знаете, что делаете. До встречи в следующей серии. Которая, возможно, уже действительно станет финальной. Потому что, ну, развязка вроде как близка достаточно. Да. Как-то я неправильно это сказала. Неважно. В общем, вы знаете, что вам делать. И всем огромное спасибо за ваше внимание. До встречи в следующей серии. Пока-пока.